Добрый день! В этом видео поговорим о том, какие продукты помогут защитить организм от вирусной инфекции, от коронавируса. Весь мир следит за новостями о распространении опаснейшей инфекционной болезни – коронавируса, которая быстро передается от человека к человеку и способствует стремительному развитию пневмонии, воспалению легких грозящим летальным исходом. На фоне последних событий, связанных с объявленной пандемией, мир погрузился в состояние тревожного ожидания. Все больше людей впадает в состояние страха за себя, за близких, чего категорически нельзя делать, так как страх заболеть может нанести не меньший урон, чем сама болезнь. Страх забирает наши жизненные ресурсы и силы. Не нужно поддаваться панике, нужно сохранять спокойствие, свой иммунитет и здоровье. Ведь наша иммунная система является лучшей защитой от вирусных инфекций и поддерживать ее необходимо с помощью витаминов и продуктов, содержащих витамины и полезные вещества. Главнейшим антивирусным компонентом является цинк, так как именно без него не могут работать некоторые типы иммунных клеток. В больших количествах цинк содержится в говядине, баранине и особенно в телячьей печени, а также в моллюсках, в яйцах и в бобовых. Не менее важным для иммунитета является витамин С. Он облегчает симптомы гриппа и в целом стимулирует защитную систему организма. Витамин С содержится в цитрусовых, в чернике, в облепихе, в малине, в шиповнике, в смородине, в шпинате, в петрушке, щавеле, а также в обычном луке. Очень важен для иммунитета и витамин Е. Он усиливает выработку антител и повышает реакцию клеток иммунной системы. Чтобы восполнить запасы витамина Е, нужно есть кедровые орешки, арахис, миндаль, семена подсолнечника, брокколи, спаржу, авокадо, шпинат. В четверти стакана обычных семечек подсолнуха содержится почти вся дневная норма витамина Е. А четверть стакана миндаля обеспечит вас половиной дневной нормы. Отлично укрепляют иммунитет и мононенасыщенные омега-3 кислоты, которые содержатся в жирной рыбе. Омега-3 кислоты улучшают активность белых кровяных телец, которые поглощают вредные бактерии. Аналогичным образом действует и чеснок. Кроме того, он обладает антисептическим действием. В день достаточно употреблять не более двух зубчиков, добавляя в блюда. Очень полезны для иммунитета имбирь и куркума. Они по своей сути являются мощными натуральными антибиотиками. Добавляйте в чай и в различные блюда. И, пожалуй, самый неожиданный продукт для укрепления иммунитета является йогурт. Кисломолочные бактерии, содержащиеся в йогурте, увеличивают выработку гамма-интерферона, который пресекает распространение вирусов в организме. Недавние исследования показали, что люди, которые съедали около стакана йогурта в день, на 25% меньше болели простудой и гриппом, чем контрольная группа. Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом, избегайте мест скопления людей. Тщательно мойте руки. Проветривайте помещение. Увлажняйте воздух в комнате. Увлажненное слизистое – это защищенное слизистое. И самое главное, не занимайтесь самолечением. При подозрительном кашле немедленно вызывайте врача. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы! Если информация была для вас полезной, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте свои комментарии под видео. А чтобы не пропустить наши новые видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. До встречи в следующих видео!